Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале Яне Красный, и это... ну да, 60 секунд. Возникла у меня такая идея, что-то вроде челленджа, если я возьму всю семью, и все вместе в нашем крохотном бункере мы не будем выходить в пустошь. Проблемы начались даже на самом сборе, потому что мне нужно было бы потратить время на то, чтобы собрать семью. А значит, я потеряю время, ведь в это время я мог запасаться продуктами, а не какой-то там женой, которая вечно недовольна и тупыми детьми. Один из них пялится просто в никуда, а вторая не может понять, что ей нужно поменьше кушать. Так что посмотрим, сколько нам удастся прожить без возможностей вылазок. День первый. Тед, Долорес, Мэри, Джейн и Тимми. Все они выжили после бомбардировки и укрылись в бункере, но вот вопрос, надолго ли? В нашем распоряжении 5 банок супа, аптечка, спрейт насекомых, ружье, карты, карта. И всего лишь 2 банки воды, вероятнее всего за нее начнется драка. Мне кажется, у Тимми уже созрел гениальный план, он так задумался. Но как бы то ни было, день второй. Все вроде бы тихо, гладко пить никто не хочет. Но Долорес явно недовольна, что с нами так много голодных ртов. А Мэри, Джейн сегодня подозрительно молчалива. Не хочет ли она убить всех и забрать драгоценную воду себе? День третий Кажется, со всеми все в порядке, Мэри, Джейн их не тронула. Но шел третий день без воды, все хотели пить, и кто его знает, как повернется ситуация. На общем голосовании было решено, что мы сэкономим воду и попьем на следующий день. А чуть позже нам стало тяжелее дышать, что-то попало в вентиляцию, нужно что-то делать. Спрей от насекомых? Да это пипец как логично, тебе тяжелее дышать и ты пырскаешь еще какой-то хренью. Я думаю все примерно понимают, как пахнет спрей от насекомых. День четвертый Наконец-то мы раздадим долгожданную воду. Вжух! И бутылки нет. То есть нам осталось всего на одну попойку, нужно что-то придумать. День пятый, нас заливают соседи, начался потоп. И казалось бы радоваться должны, пейте, наливайте куда угодно эту воду. Но логика в этой игре как всегда хромает. Кстати, у меня возникла идея, что если сделать видос там, где я обсуждаю логику этой игры, я думаю получится довольно забавно. Шестой день и все живы-здоровы. Конечно, не считая карт, которые мы потеряли в потопе. Вечерком в бункере мы нашли какой-то люк, куда он ведет мы не знаем, но лучше взять с собой ружье. А проверить, что там находится, определенно нужно. День седьмой Да возрадуйтесь, дети мои, ибо бог нас услышал, еще две банки воды и все счастливы. И как мы ее получили, спросите вы. А тут все просто, кто-то попал в трубопровод. То есть, когда нас заливают соседи, у нас потоп, то эту воду трогать нельзя. А тут, пожалуйста, нате, набирайте. Кстати, у нас снова раздача, все захотели пить и плюс ко всему еще есть. Но благо, есть они хотят не так часто. День восьмой. Ну что, напились наглые морды? А теперь подумайте, как вы будете жить дальше. Мы бы и рады послушать радио, что там за горизонтом. Может быть, нас спасут военные, но у нас нет радио. День десятый Тед поранился. А знаете как? Ему просто на девятый день стало скучно, он взял ружье и каким-то образом, не знаю что, отстрелил себе палец. Хорошо, что не двадцать первая, то Долорес бы его точно выгнала за ненадобностью. Снова раздаем всем попить, и снова осталась последняя бутылка. Выходить нам нельзя, а если ничего не изменится, то через три дня у нас вода закончится совсем. И нашим героям придется заняться уринотерапией. На соседней улице звонок, это скорее всего близнецы, но они нам ничем не помогут, поэтому отправляем их нахрен. Двенадцатый день отклеилась карта, за которой был сейф, а в сейфе чемодан. Ну логика просто пиздец, коробка в коробке. Тринадцатый день все снова захотели пить, последняя бутылка воды, нужно что-то решать, развязалась драка. Между старшим и младшим поколением, разумеется, старшее поколение сильнее. Поэтому они подмяли под себя последние стратегические запасы воды, и детям ничего не досталось. Шестнадцатый день. Дети не выдержали прессинга и свалили от своих родителей. Мэри Джейн даже устроила скандал перед уходом, а Тед сказал ей, «Это закон джунглей, детка, выживает сильнейший!» И демонстративно залпом выпил остатки воды. Семнадцатый день. Вчера приходили Робин Гуды, дали нам радио. А вечером напал кролик-монстр, на которого мне было начхать, потому что у меня есть ружье. Хоть ты замочи этого кролика и вместо воды пей кровь. На девятнадцатый день Тед и Долорос начали бредить без воды, потому что к ним пришел чувак, а у него оказалось шесть рук. Спишем все на усталость и жажду, а чуваку мы поможем. День двадцать второй. Казалось бы, ничего уже не поможет. Мы даже ограбили местную школу. И все, что мы оттуда получили, это средства от насекомых. Хотя я знаю, что в этом ивенте дают аж четыре бутылки воды. Что сказать, не фартануло, не подфартило, просто не мой день. И поэтому на двадцать третий день Тед и Долорес скончались. Будем считать это кармой за детей, за то, что они их оставили на смерть. Хотя, насколько я знаю, Тимми выжил, сменил имя на малыш Бронко. Неплохо так подкачался и вступил в проект Астрограждане, который отправляет людей в космос. Так что, вероятнее всего, он сейчас браздит просторы океана. Разумеется, космического. Ну а на этом все. Вот такой вот у нас небольшой челлендж получился. На самом деле, выживать со всей семьей без вылазок довольно сложно. Пайка уходит на раз-два. И когда делаешь сбор, скорее всего, нужно брать с собой побольше воды. Потому что пьют они, ну, до хера. Ну а ты был на канале Янекрасный. Подписывайся, ставь лайки, прожимай колокольчик, пиши комментарии. Всем пока!